всем привет я сегодня опять с вами полина и сегодня я хочу вам показать как выглядят фиалочки детки которые я пересаживала 11 сентября а сегодня у нас 1 октября те детки были не только детки и заброшенные растения молодые которые не росли не умирали вот и вот я их пересадила и через неделю после этого я стала поливать их с удобрением вот они у меня стоят все на ткани все светилями и вот так выглядят вот я вам хочу показать посмотрите как явно видно просто вот серединке стали вы видите какие прямо вот пошли в рост просто очень даже быстро и это не у одной фиалочки а у многих практически литуаника у меня вообще куксилась и как говорится не умирала и не выживала не жила вернее вот а сейчас вот такая и вы видите что они у меня листики все немножко с субстратом но я тревожить свои фиалочки не буду для того чтобы их чистить это знаете это не самое важное выращивание фиалок поэтому я им дам как следует вырасти а потом уже я буду этим заниматься и вы видите что новые растут листики уже чистый потому что когда я их пересаживала их просто не было практически вот как видите центр чистый а вот по бокам с субстратом и вот еще одну хочу показать как явно видно что она стала расти хорошо и вот это тоже посмотрите какие центральные листики стали вот вы будете меня спрашивать что вот с этим это попала вода и попал еще и удобрение и под лампами вот листья теряют свой цвет и вот вы видите здесь тоже некоторые фиалочки я пересаживала а некоторые просто поставила на поддон не фиалочки а я поставила вот горшочки с стаканчики с листиками с черенками чтобы они росли как следует и вот вы видите вот здесь уже можно эту детку отсаживать она просто уже взрослая и вот посмотрите как это пошла в рост там вообще не на что было смотрите я просто возьму вот в руки покажу вам посмотрите какие были листья у нее еще раз пожалуйста не обращайте внимание что она вот так вот субстрате испачкана мне это совершенно все равно эти нижние листья не придется все равно потом удалять вот поэтому я обращаю внимание только на верхние посмотрите они какие чистенькие красивые растут и с положенными вот этими затемнениями это walkman merry christmas поэтому это листики у него вот такие и должны быть вот а вот на это я просто налюбоваться не могу как мне нравится какие есть центральные листья растут красивые просто чудо просто чудо вот это пересадка более позднее было через несколько дней потому что в один день было просто невозможно все сразу пересадить но здесь тоже посмотрите они тоже все расправились все стали хорошо расти и вот это вот вообще мне посмотрите какая розовенькая стала это леди балтимор и вот посмотрите здесь это печушечка вообще было ну просто я не знала вообще она выживет или нет вот тоже начала расти вот такие вот успехи когда правильно ухаживаете за своими черенками и детками так как эти два поддона были пересажены позже то здесь не так видно не так уже явно видно что они начали расти лучше но все равно в зависимости от сорта какие-то пораньше начинают побыстрее растут а какие-то помедленнее вот пожалуйста вот здесь видно что вот этот сорт растет уже вон какие листья нарастил а другие еще маленькие просто но они не погибли слава богу вот посмотрите тоже новый листик и вот здесь новый листик еще я хотела вам какие-то показать сейчас я найду где-то у меня здесь а вот здесь тоже видите вот позеленение листики это значит что новые растут и очень хорошие вот сегодня я что вам хотела показать и чтобы вы а вот еще посмотрите я сама себе перебью посмотрите вот там две вот эти вот два стаканчика вот получше видно свет видите тоже явно видно что они посветлее листики растут новыми вот посмотрите вот здесь листик на половину зеленый на половину темный это значит что когда я пересаживала вот этот темный листик сейчас подождите вот этот вот вот этот листик он был маленьким совсем и вот эта темная часть это та которая была наружу а остальное уже подросло после пересадки я уже показывала каким удобрением я пользуюсь и что это просто просто волшебное удобрение я хочу сказать и поэтому я просто всем советую им пользоваться ой я не могу не показать посмотрите и здесь тоже новые листочки уже наросли и вот на и этой детки ну то есть мои фиалочки отвечают мне тут же как только я за ними стана начинаю ухаживать как положено они сразу реагируют и посмотрите вот здесь вот даже вот цвести собирается выпустил цветонос это сорт дайте я вам скажу все таки как это сорт называется это макс пицца пиццика то это мини очень маленькая но очень хорошенькая розеточка с такими кружевными листочками вот эту хочу показать тоже отдельно посмотрите у нее уже даже начали пропадать листочки и вот эти вот белый белый еще один и вот этот и вот здесь я уже вам говорю я не надеялась что этот сорт выживет у меня она у меня единственная этого сорта и я хотела и сохранить но это все что я могла сделать я его посадила свежий субстрат на фитиль и на ткань и поставила я ее туда к стеночке к самой вот туда чтобы здесь было больше света и больше влажности и вот она у меня пошла в рост эту я хочу вам показать тоже отдельно потому что я ее не пересаживала не пересажена она у меня с 6 июня двадцатого года она была такая крохотная такая хилая что я ее просто боялась пересаживать я просто поставила на фитиль и на ткань и стала ждать и вот пожалуйста новый листочек и все с ней будет хорошо очень приятно видеть как начинают расти фиалочки после того как они были в жутком состоянии смотрите какие листья у нее раньше были вот и сейчас вот три центральных листочка просто но замечательные я сейчас посмотрела на стаканчики и там у меня я увидела написано что я пересаживала девятого сентября и одиннадцатого и просто поставила их все вот на один поднос а вот эти которые я сказал я позже пересаживала а эти я пересаживала 15 сентября несколько дней тоже имеет значение потому что фиалочки реагирует сразу я заметила что орхидеи конечно более такие медленно медленные растения чем фиалки фиалки реагируют быстрее и конечно цветут чаще и вот я так хотела вам сегодня показать как выглядят мои детки после пересадки чтобы вы как говорится вдохновились и и если у вас есть какие-то заброшенные такие чухлые и чахлые которые куксятся не опускайте рук пересаживайте только добавляйте много перлита и ставьте их все на фитиль и на поддоны вот как я это делаю видите вот у меня есть видео об этом можете посмотреть в плейлисте о пересадках ну вот а на этом я с вами попрощаюсь и пожелаю вам всего хорошего будьте в безопасности и хорошего роста всем вашим растениям и фиалочкам и во дворе на даче и всюду чтобы они росли и радовали вас с меньшими проблемами заходите в гости оставляйте ваши комментарии всегда очень рада их читать пока пока а а и и и